Итак, дорогие друзья, как вы поняли, наша программа заключается в том, что мы с каждым приемом все глубже и глубже залаживаем в мышцы человека, пока не дойдем до миофасциальных мышц. Есть такой массаж даже миофасциальный. Поэтому сейчас мы сделали что? Подглаживание, растирание, разминание. И теперь наше разминание переходит в более глубокую технику, когда мы уже работаем всеми костяшками пальцев. Это и вот эта поверхность, и вот это, и вот это, большой палец, его бугорок, и вот эта часть. В общем, все части будут работать. И даже вот тыльная часть ладони, запястья. Значит, смотрите, прием такой. Делаем кулачки и вот этими частями мы раскрываем вот эти паравертебральные мышцы, одновременно декомпенсируя, декомпрессуя позвонки, таким образом, чтобы наше движение шло снизу вверх. Вот как бы развернули кожу, тут камеру тоже поближе поднести. Руку понесли вниз. Так, вот смотрите, близко еще раз показываю. Разворачиваем, идем снизу вверх. Видите, раскрываем достаточно глубоко. Вот я прямо чувствую руками ребра. Немножко усложним это движение. Ну, вы заметили, да? То есть, я внедряюсь. Практически можно, в основном два пальца эти работы, да? Вот эти помогают. Внедряюсь и разворачиваю мышцу, как будто двигаю. Ну, помните, мы делали вот это вот движение, да? Вот она, мышцы играют, да? Туда-сюда. Теперь мы гораздо сильнее, гораздо мощнее, и отодвигаем. И вторую руку дальше отодвигаем. И так как бы вот по цепочке мы идем. Это делается достаточно сильно. Я вот прямо даже вот внедряюсь, если я смогу в него внедриться. Следующий прием то же самое, только мы как бы как ключиком открываем шлюз, да? И вторая рука сила, запускаем воду. Перемпендикулярно позвоночнику. Открыли, запустили, открыли, запустили. Вода пошла, открыли шлюз, вода пошла. Открыли шлюз, вода пошла. Это мы дополнительно еще лимфы ускоряем, уводим ее туда, глубоко. Вдоль жобер, во всякие впадины. Подмышечная, подключечная и паховая. Растер и видите, сразу краснота появилась достаточная. Второй прием мы уже кулаком сразу становимся вот здесь. Можно опять же с утяжелением прям вторую руку. Силы я давлю, видите? Сползаем вниз с горочки с крестца, минуя позвоночник. Ни в коем случае нельзя давить на позвоночник. И глубокая вибрация. Вот так это вот доходит до сюда. Захватывая трапециевидную мышцу. Мы ее схватываем так немножко назад. Можно пройтись параллельно еще пару раз. Вот. И дополнительно просто растираем уже энергично лапой леопарда. Лапа леопарда, помните? Прячем когти, да? У нас устройство, как бы, подушечки вот такие. Вот. Хаотично можно вот так вот пощипать у лапы леопарда, растереть лопатку. То, что мы уже делали, да? Еще раз пройтись снизу-вверх. Классно. Да. Снизу-вверх пройтись. Да, на лопатке что я вам говорю? Лопатка должна двигаться. Ну и увеличим подвижность, да? Можно поднять ее и так потрясти немножко. Посмотреть насколько она подвижна, да? Вот у него очень хорошо подвижна. И потихонечку переходим к ягодицам. Продолжая то же самое делать, да? Вот видите, мое движение не останавливается. И я начинаю внедряться в ягодицу уже своим локтем. Прием называется нож вошел в масло. То есть, еще раз повторяю. Между крестцом и всем остальным позвоночником, да? Вот есть это сцепление. Ну, тут оно может быть не один позвоночник, а два-три позвонка. Мы затрагиваем этим движением, да? Упираясь в подвздошную кость, вот вот так-то идет. Вот видите, да? Ну и можно прощупать вот. И где нет ребер, вот это расстояние. Ну, тут у него небольшое сантиметр, три где-то получается четыре. Вот опираясь в это расстояние промежуточное, я его как бы раздвигаю, идя от тонкой части ладони до широкой части предплечья. И локтем заканчиваю это движение уже вот там вот, на ягодице. Еще раз показываю. То есть, вот я всем весом вышел на него, но не обязательно так быстро делать, чтобы человек не пугался. Да. И кроме того, естественно, надо беречь от удара, потому что тут почки, тут плавающие ребра, чтобы их не задели, да? И слушай, это все-таки делать так медленно, осознанно, но силами, всем телом. Обратите внимание, где мой корпус находится тело? Далеко за серединного позвоночника, там даже. Вот туда зашел, понимаете, видишь, как далеко, на ту сторону. Разберем некоторые нюансы, когда мы работали локтевой техникой до этого, да? Ну, это вот везде, смотрите. Что там шипит? Я думал, там газ. Газовый баллон, где уже открылся. Открылся, оттем газ. Вот мы работали локтями, помните, да? Вот тут работали, и сейчас дальше будем работать. Просто предупреждаю, что смотрите, ни в коем случае нельзя задевать даже случайно ассистые отростки. Вот мы щупаем то, что мы щупаем твердые. Это они. Просто у некоторых людей, вот у него как мышцы наползают в выше, да? А они, в ходе, бывает так, что прямо торчат они наружу, прям видно, здесь, шишечки такие, да? И поясницы, и здесь. То есть мы должны делать свое движение так, по касательному, вот специально камеру показываю, да? Чтобы он проходил мимо, не касаясь позвоночника, видите? Ну, как проходят мимо, в какую бы мы сторону не шли. В эту или наоборот, оттуда. Вот, видите, мы его не касаемся. Так, значит, продолжаю. Вот этот прием сложный, запоминайте все. Вошли как нож в масло и начинаем этим локтем описывать круги. Возьминаю таким образом ягодицу. Достаточно сильно. Не знаю, кто-то говорит, что больно, а кто-то говорит, что больно, очень приятно. Давно такого хотел. Как, не больно? А таким образом сведальщины мир можно разблокировать? Мы к этому подойдем, да, это все. Мы приближаемся к этой теме. Чуть-чуть попозже расскажем. Чуть-чуть не надо такое. Да, вот, значит, смотрите, что получилось. Вот от этой точки, да, где... Вот у меня ямочек не видно. Вот тут ямочка, да, над ямочкой косточка заканчивается. Или не заканчивается. А бугорок, обозначающий начало гребешка, вот эта подвздошной кости. Вот она идет вот так вот, да. То есть мы, значит, идем. Вот такую окружность делаем. Большую, потом меньше вторую, третью, еще и меньше, и четвертую. Вот прям на крестце почти. Только от позвоночника немножко сбоку. Давайте ямочку мы тут обходим, в принципе. Так, курык сухи открыться, пожалуйста. Со всеми вымок. Так, ну давайте, вот. Вот у меня ямочка. Вот вторая ямочка. Да. Вот видно, как идет позвоночник. Вот уже немножко сползает. Кстати, ну вот можно по вот этому треугольнику проверить, насколько асимметрично, да, идет. То есть, если у него сдвиг тазобедрами костей, нету. А кто у него еще крик не лежит? Ну, он поел немножко, может переложить человек вот так вот, да, помочь ему. На самом деле, у него все ровно. Теперь, вот эта форма, как мы идем. Вот этот вот гребешок, вот тут вот. Ну да, это все нарисую. Хе-хе, будет понятнее. То есть, вот так вот идет у нас крестец. Сейчас мы вот эти дырочки тоже будем проходить. Вот это вот пошел этот уголок. Он идет вот так, вот туда. Наше движение локтем, да, вот мы сейчас локтем работаем. Прямо стрелем локтя. Мы идем круги описывать. Вот один круг получается. Второй, третий и четвертый вот тут. Видите, концентрические круги, как бы получается, вокруг вот этой косточки, вокруг этой ямочки вот где-то. Самое интересное место, это где вот мы потом останавливаемся, это вот, вот тут вот, между позвоночником и вот этим бугорком, да, воздушно костей. Дальше, потому что мы пойдем локтем вести вот в эту сторону. Эхо, у масла весь не рисует. Давай возьмем другой фломастер. Давай светильный карандаш, я его возьму. Так, тут же у масла просто все мне надо. Так, вот мы идем дальше, да. И начинаем вести спираль, вот такую, в эту сторону. Локтем. Понимаете? Красиво. Красиво, говорю. Красиво нарисовано, да. Вот, ну и так далее. То есть доходим до самого верха. Вот откуда позволяет, да. Но вот обратите внимание, я специально рисую стрелочки вот эти. Потому что с этой стороны мы тоже будем вести эту спираль, да. Насколько фломастер позволяет рисовать. И смысл в чем? Что вот эти стрелочки, они ведут именно в том месте, где вдоль позвоночника, они идут снизу вверх. Понимаете, вот сюда мы идем. Вот так вот в эту сторону. Ну понятно, да? То есть мы продолжаем делать декомпрессию. Вот в чем смысл. Уже плохо рисует. Да, может, кстати, сфотографировать эту красоту. Давайте красный этот фломастер все-таки еще до конца вас нарисую. И зеленый там. Так, ну пошло. Я хотела Ромка отправить. Он же не видит, что там происходит. Да. Тогда вот можете сфотографировать. Ну, кстати, если бы мы провели позвоночник, да, вот тут бы мы видели. Я их уже не рисую. Тут бы мы видели, как у него идут в дисбалансе никто по замке вправо-лево. Сейчас уже рисунок. Не хочу стирать. Это мы просто будем делать на отдельном занятии. Конкретно проверять диагностику делать. А, зеленый дали? Фломастер. Давай зеленый. Сейчас? Не надо. Сейчас я этим рисую. То есть мы вошли вот сюда. Большую окружную сделали. Третью поменьше. Четвертую поменьше. И четвертую здесь закончили. Вот. Таким образом мы массируем позвоночник, доконцентрируем нашу энергию вот в этих местах, где идет самое интересное сочление. С ним мы тоже будем потом отдельно работать. Это где повздошно-крестовое сочинение. Вот тут вот. А чем оно интересно? Блин. Все стирается. Короче, вот тут буквально сантиметрик такой. Два сантиметра. Тут короткие мышцы. Вот. И они, как правило, зажаты. Вот сейчас мы будем делать у него фасциальные такие техники. Да? Вот они, как правило, бывают зажаты. Тут тоже бывают очень много закрепощений. Нервы идут между ними. И вот это сочинение, они тоже, на самом деле, подвижны. И, может быть, смещен крестец. Крестец. Вот у него, слава богу, ровно, да? Бывает крестец повернут вот так, вот так, либо вот в этой плоскости он развернут. Понимаете, да? Так вот, на что я хочу сейчас ваше внимание просто обратить, что мы делаем декомпрессию. То есть, что такое компрессия? Человек сходит вертикально. Мы все вертикально стоящие, горизонтально лежащие. Ну, короче, на нас вертикально давит огромный столб воздуха, нашего собственного веса. Если мы еще и тяжести какие-то поднимаем, да, то у нас позвоночник компрессируется. Компрессионное сжатие такое. Слышали? Компрессионный перелом. Это совсем уже, когда резко там хруст такой раздался. Вот. И поэтому полезно плавать, полезно висеть на турниках, особенно вверх ногами, чтобы постоянно была декомпрессия. И поскольку люди этим обычно не занимаются, да, редко кто за собой вот так скрупулезно следит, то ему помогает в этом массажист. Мы локтем, сейчас мы будем по вот этим спиралям раздвигать вот эти глубокие мышцы. Вот в чем смысл, понимаете? Мы уже залазим настолько глубоко, что действуем миофарциально на вот эти вот короткие мышцы, реберно-поясничное сочленение, да, крестцово-подвздошное сочленение, поясничное-крестцовое сочленение, и стараемся раздвинуться выше, 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 выше. Поэтому движение должно идти вверх. А не наоборот. Просто некоторые, даже массажные, вот мы покупаем, там столы, кушетки или кресла, да, у них валики идут, вот они крутятся внутрь. То есть у них движение идет, вот в эту сторону они крутятся, понимаете? То есть там, где позвоночник, они, получается, вниз подкручивают. То есть это наоборот, они компрессируют еще больше. В общем, ошибка у многих этих кресел. Ну, мы же грамотные, да? Мы же, руки человеческие, ни одно кресло не заменят руки массажиста, да? Поэтому мы делаем все время вверх, 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 вверх. Таких проходов мы можем сделать два-три, сколько угодно, потому что дальше мы перейдем к другой локтевой технике, где тоже будем действовать вверх. А конкретно до перехода, до момента перехода на другую технику, вот я вам просто покажу еще раз по линиям, как я иду, да? Вот, эта рука у меня, делая последнее движение, да, вот там растирание, она ушла сюда. Я, ну, давайте, пока я про нее забуду, вот она здесь. Просто помните, что она там. А эта рука вот начинает сползать по подвздошной кости. Сейчас рисунок ее сотрется, да? Локтем делаю раз, два, приближаюсь к вот этой костцово-поздушной кости. Вот зафиксировал, тут мышца мягкая, зафиксировал, да? Потом я подстукиваю, идя по гребне подвздошной кости. А это что Олег дает? Это еще больше дает разблокировку. Вот смотрите. Вот это усовершенение, да? Вот тут вот. Уже простых. Столько масла, что ничего не засует. И вот это усовершенение, да? Вот под гребень подвздошной кости видно красным цветом, да? Даже поближе. Вот, да? То есть вот это усовершенение позвоночника с крестцом. Вот это усовершенение крестца с подвздошной кости вот это, да? И вот мы вот в эту подвздошную кость начинаем удара совершать. Раз, два, но тоже немного. Три, четыре, там получится. Пять может быть максимум ударов. Для чего? Чтобы опять же максимально декомпрессировать этот участок. Понимаете? То есть первый раз мы вошли туда локтем. Второй раз круги намотали. Третий раз подстучали. Сейчас еще раз поподробнее покажу. И таким образом, кстати, мы по стуку. Дело в том, что стук очень по жесткой поверхности. По жесткой материи твердой. Быстро распространяется, да? И мы можем у него спросить. Отдаете сюда ему или нет? То есть это еще один вариант проверки. Если грыжа или протрулили. То есть должно давать грей? Нет, вообще ничего не дает. Поэтому вообще ничего не больно. Он ничего не чувствует. Если отдает, то это признак даже. Там проблема. А раз проблема, мы без рентгена можем умоззрительно предсказать, что, скорее всего, не говорите, что 100% у меня там грыжа, да? Тем более грыжа, грыжа рознь. Может, у меня там протрузия всего лишь 34 миллиметра, да? Но она вышла так, что сдавливает нервы, да? Она может чуть-чуть в букву и сюда ей не попасть на нерв. Вот. То есть где-то здесь проблема есть. Или есть проблема здесь. Или есть проблема здесь не чувствуется, но идет через себя лишь и нерв в ногу. И, соответственно, отдает вот сюда куда-то. Или сбоку. Понимаете? То есть это как бы параллельно. И диагностика получается, да? Вы человека спрашиваете просто, как реакция. И разжать его. Смотрите, еще раз этой мягкой зоной вышел. Вот чувствую косточку вот эту, да? И начинаю вокруг нее вот так вот немножко подбивать. Как был о том. Удары наши, соответственно, идут в ту сторону. Понимаете, декомпрессию же мы делаем, да? Вот все наши движения, запомните, все наши движения на растягивание. Поэтому даже вот в нормальной терапии они безопасны, потому что мы всего лишь тянем растягиваем. Еще раз показываю. Видите, вектор локтя куда идет? Примерно по 45 градусов туда. В его тело и в стол. И стучать. Ну, как угодно может стучать. Так, может так. Иногда помягче я делаю вот так вот постукив. По мягким калям вот некоторые стучат, но тут нет смысла стучат по мягким калям, потому что это именно блокировка идет. А я не прямо откуда там вообще блокировка может быть? Блокировка не здесь, блокировка вот здесь. А-а-а. Но так как это общее, ну, как бы крестец с воздушными костями, с вот этими круглыми, да? То есть, как единая конструкция, да? То мы как бы ее отодвигаем. То есть, всю эту конструкцию мы ниже отодвигаем, понимаете? Получается, как бы растягиваем поясничный отдел, да? Да, да, да. Как бы растягиваем. Три-четыре вот этих вот сегмента поясничных. Вот. Вернулись назад. Возвращаюсь к вибрации вот такой. И далее вот по вот этим нарисованным окружностям делаю круги. Круги можно сделать достаточно сильно. Вот я уже достаточно размято, да? Выпираю стороной рукой. Обратите внимание. Видите, две руки создают достаточно мощный рычаг. То есть, я прямо... Вот так, достаточно сильно. Можно еще сильнее. Или можно сильнее? Да, да. Смотрите, да. Вы можете маневрировать в зависимости от того, какое тело перед вами лежит. По консистенции этого тела. Там мужчина, женщина толстый. Либо у него мышцы такие прямо железные, деревянные. Мышцы каменеющие. У меня даже был человек, у него мышцы настолько закеменели, что я себе сломал, не сломал, повредил суставную сумку на локте. Порвал на обоих локтях. Представляете? Такой был клиент, что прямо это. Суставный мышц вытекает у меня из локтя. О, господи. Бывает такое. В неделю у меня натекало. Два раза ходил ее откачивать. По полстакана два раза в неделю натекало. Постарайтесь и так целый месяц. Так что люди бывают разные. Вот тебе и два косаря. Два гуся. Летят гуся. Летят утки. А за ними два гуся. Вот. Про что я говорю, не перебивайте. Можно вот этим треугольником, да? Он плоский. Вести. То есть у вас получится мягче гораздо, да? Можно чуть пожёще делать вот этими двумя косичками. Вот это поверхность получается, да? И отодвигаю ее в сторону, да? В сторону отодвигаю. Чувствуешь пожёще, да? Чуть. А можно самим острием локтя. Это насколько человек готов. То есть, например, на первые два три сеанса вы этим локтем и так острием не делаете. Он не готов. Может быть, или там испугается, либо синдром, или еще что-то. Но вообще можно вот уже впиваться острием. И вот на самом деле, где вот уже там, чувствуете, вот если вот продлены места, прямо вот так вот, так больнее, да? Доходим туда. И вот видите, еще раз растягиваем шею. Смотрите. Вот я за счет ширины своего локтя, да, развожу ему шею от плеча. Разводка такая вот идет, видите? Вот прошелся, и обратно тоже за счет вибрации выходим. А вибрацию к чему я задаю? Другой рукой. Видите, я другой рукой. Тут локтем уже тяжело вот так отвести, да? Облегчаю пульс этой рукой. Просто увожу сюда. И переходим дальше. То есть, дальше можно повторить этот прием, либо перейти к другому приему. И немножко возвращаясь назад, я вам скажу про вот эту руку, которую мы тут оставили, да? Фокус в том, что у нас же две руки. Зачем же терять одну руку, когда мы можем ему дополнительную пользу принести этой рукой. Добавляем ей еще одну вибрацию, пока я тут наматываю круги. Пока ралли. Пока я там рука делает ралли, такое. Вот смотрите. Это ушло сюда. Рука. Эту я сделаю. Нож входит в масло. И пошло ралли. А эту руку я... Видите? Массивую. Чуха-чуха-чуха-чуха-чуха-чуха. вот такой вот приемчик давайте сейчас отработаем дорогие друзья те кто попал на тренинг а те кто не попал вам остается смотреть по видео и может быть что там от этого но получится ли у вас как вы знаете как вы знаете переходите на тренинг и отрабатываете в натуре на на живом теле лучше отрабатывать